Почему в СССР любой директор автобазы хотел иметь у себя Урал-375? Как вы знаете, в Советах был период, когда давали различные прозвища, такие как Лаптежник, Захар, Буханка, Обжора. Последний кроет в себе немало загадок и тайн. Именно о нем мы в этом выпуске и поговорим. Обжора прозвище само по себе носит милый характер, но так кажется лишь на первый взгляд. Обжоры величали могучий советский грузовик Урал-375, расход топлива которого был один к одному. Но в те годы это было больше плюсом, а не минусом. Интересно? Давайте разберемся. Этот Урал был произведен в 1960 году, а спустя три года его доработали и начали выпускать в модификации, приписав к индексу букву «Д». У новой модификации появилась новая кабина из металла и система обогрева. Ему не было равных, он проходил там, где другие вязнут, и не важно, жара на улице или лютый мороз. Он всегда заводился без усилий. А его версия для Крайнего Севера, производившаяся под индексом 375К, радовала работников своей теплотой и комфортом в кабине. Но был минус у данного грузовика, который для советского водителя был плюсом его прожорливость. Как я уже и говорил, Урал-375 потреблял на 100 километров 100 литров бензина. У кого-то эта цифра могла бы достигать еще больших значений, хотя по технической документации цифры были в пределах 45 литров на 100 километров. Такой грузовик был настоящей находкой в армии или сельхозе, там, где бензин не считали. Еще есть интересный факт про лесничество, когда на территории стояла цистерна с бензином, и любой водитель мог подойти и заправиться по талону или без него задним числом. А некоторые водители и вовсе сливали бензин в канаву. Но упор был на том, что бензин не экономили. Он стоил дешевле бахил в современных клиниках нашей страны. Его прожорливость позволяла красть бензин различным начальникам автоколон и не только. Многие промышляли на этом и зарабатывали, продавая бензин таким образом. По документам оформили машину бензином за несколько недель вперед, а машина какое-то время простояла без работы. Все, что осталось сверху, это навар. Не жизнь, а сказка. Но для кого-то эта сказка заканчивалась на нарах. Несмотря на свою прожорливость, Урал-375 находился на вооружении достаточно долго. А все потому, что он был производительным и высоко проходимым. Конечно, сегодня такие махинации вряд ли прокатят. Но кто знает, чем черт не шутит. А вам доводилось работать на обжоре? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин